В моей повседневной жизни два разных утра. Одно, когда дочь остается дома, и таких больше во время локдауна, и те, когда она идет в сад. И когда сегодня муж ее отвезет, у меня несколько часов, чтобы поработать в одиночестве. Это первая за последние пять лет в Германии снежная зима. Как будто природа компенсировала ту монотонность и серость, в которой мы оказались. В первый день Нового года, зная, что нам предстоит еще пару месяцев изоляции, я запланировала в себе всевозможных дел, лишь бы не изводить себя. Сначала я написала большой список того, чего бы я хотела от себя за год. Таких вещей, которые минимум зависят от обстоятельств из дня. Записала все вперемешку, творческое с бытовым, образовательное с мелкими удовольствиями. Потом я выписала все пункты в еженедельник по категориям, а их, в свою очередь, пометила разными цветами. Вот такая таблица, где теми же цветами отмечены рутинные дела или творческие часы. Помогает отслеживать их выполнение. Так можно вести в свою жизнь много полезных привычек. Но не больше двух месяцев надо стараться выполнять их регулярно, как челлендж. Тогда есть положительный эффект. Какую-то часть времени я трачу на эскизы и описание к ним. Наверное, это самая интересная и приятная для меня работа — придумывать. Так я знаю, какой следующий шаг, когда появится время для творчества. Один из запланированных пунктов у меня — еженедельная съемка видео и фотозарисовок. Это такой пробный визуальный материал, который я накапливаю для работы над своим текущим проектом. В нем будет и графика, и видео-арт. В серии уже достаточно работы. Я хочу оставшуюся часть сделать особенно продуманную. Из своих скетчей я выберу лучшее и сниму начисто. Сейчас я готовлю снимать один из них. Кровать, на которой будет происходить действие — это сцена. И на ней при помощи постели, одеяла, простыней я выстрою зимний пейзаж. Я беру практически однотонные вещи. Черный треугольник — это будущая асфальтированная дорога. Мне нравится то, что ткани мятые. Это придает им скульптурность и жилость всей сцене. В основе влёк этот зимний кадр, что я сняла пять лет назад. Рисую, как будет располагаться фигура в пространстве. И раскадровку главных моментов движения. Выбираю чёрное гимнастическое боди и пристреливаюсь, ищу точку съёмки. Тут вы видите отрывок из готовой зарисовки. И один из кадров. Хочу сделать паузу, мне нужно выйти. Я слишком много сижу дома, особенно зимой. Могу несколько дней не выходить. Как только выпал снег, вытряхиваю себя наружу. Весь прошлый год и начало этого поражаюсь, как нам повезло выбрать это место для жизни. Повторяющиеся одинаковые монотонные дни убивают во мне всё настроение и желание творить. Но природа вокруг приводит к балансу. И чем ближе я к ней, тем легче переносится монотонность и прочее лишение. Простое наблюдение. Простое наблюдение придаёт силы творческих в том числе. Своеобразная перезагрузка. Физически ощутимая медитация, когда можно отпустить все мысли и дать им просто протекать мимо тебя. Пришла к выводу, что спокойно отделяем мыслительный поток полной рефлексии и ненужных вопросов от своих действий. Фрустрация, недовольство результатом — часть жизни любого художника. Но это не должно останавливать и наоборот мотивировать делать что-то дальше. Фрустрация, недовольство результатом. Фрустрация, недовольство результатом. приступаю к работе за компьютером буду рисовать я часто распечатываю отобранные исходные кадры чтобы сделать окончательный выбор наметить карандашом линии что буду потом рисовать тут будет расти моя мальва в высоту базовый кадр уже отредактирован я поменяла отражение в зеркале решила отразить всю композицию по горизонтали так мне нравится больше как взгляд следует от объекта к объекту почистила кадр от ненужных элементов например вертикальные струны на которых держится жалюзи убираю контраст заднему плану намечаю как будет нарисован стебель с цветами добавляю отдельно снятые цветы в работу теперь мне нужно соединить их стеблем и я рисую тонкой кистью черный контур листьям и цветам потом толстой полупрозрачной кистью как маркером добавляют цвет кое-где прохожусь в некоторых местах более жирные линии по контуру кое-где ложатся белые штрихи и линии параллельно смотрю токио га вима вендерса нет ничего наверное более вдохновляющего у меня чем смотреть как работает другой художник последние штрихи растениям и перехожу к фигуре а потом и к волосам это кропотливая работа но совершенно медитативная слушаю аудиокнигу параллельно за пару часов я управляю над этой графикой я работала в общей сложности две недели над этой графикой я работала в общей сложности две недели работа готова а теперь на сухой они и еще а а